В средствах массовой информации недавно прошла информация, что с благословением религиозных деятелей бригада или несколько бригад чеченцев была дислоцирована в Сирию. И прозвучала информация, что защищать суннитов от каких-то шиитов. Вот не совсем понятно. Может быть у вас есть более подробная информация, кто кого защищает от каких шиитов или от суннитов. Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, до последнего времени информация, касающаяся направления различных воинских частей чеченских в Сирийскую Арабскую Республику, была окружена неким ореолом, так сказать, вроде бы государственной тайной, вроде бы всяких расползающихся всевозможных кругов. Вот. Но, что было, так сказать, сказано, по крайней мере на полуофициальном уровне, что если такого рода части будут направлены, то они будут направлены на охрану военной базы Хмеймин, а вовсе не для участия в сунита шиитской резне вообще в Сирии. Поэтому я думаю, что, понимаете, иногда, как у нас любил говорить Виктор Степан Черномырдин, у кого-то могут чесаться руки там в том или ином направлении, но это еще не значит, что государство позволит, в общем, этим рукам расчесаться, так сказать, до невозможной степени. Вот, я думаю, примерно так. Спасибо. Еще реклики вопрос. Итак, до слова предоставляется Марине Анатольевне Сапроновой, доктору исторических наук, профессору Московского МГИМО, Университета Московский государственный институт международных отношений, профессору Российской академии наук и темы ее доклада «Мусульманско-христианские отношения на Ближнем Востоке в контексте событий арабской весны и меняющейся региональной ситуации». Хотелось бы выразить особую благодарность Марине Анатольевне. Она уже несколько лет у нас является председателем государственной экзаменационной комиссии для студентов-востоковедов и африканистов. И ее опыт, и ее, с одной стороны, чуткое и доброе отношение, а с другой стороны, критическое и профессиональное, я считаю, что уже для целого поколения наших студентов это незабываемый опыт. Спасибо большое, Марина Анатольевна. Спасибо большое, Айдар Юрьевич. Вы, как всегда, умеете сделать такую блестящую презентацию, что уже даже как-то неудобно после вас делать доклад. Спасибо большое. Я искренне благодарю организаторов конференции за возможность еще раз приехать в Казань, которую я очень люблю. Дорогие коллеги, дорогие друзья, Тема моего доклада будет посвящена межконфессиональным отношениям и тем новым тенденциям, которые в них появились после 2011 года. В какой-то степени мой доклад будет конкретизировать определенного рода положение, которое уже высказал предыдущий докладчик, но на примере отдельных арабских стран с точки зрения взаимодействия мусульманских и христианских общин. Как уже было сказано, кроме многочисленных проблем глобального, регионального и странового характера, арабская весна, конечно, ухудшила положение конфессиональных меньшинств на Ближнем Востоке и поставила на повестку дня вопрос о мусульмано-христианских отношениях, которые в настоящее время, в общем, тоже являются в фокусе внимания. При этом следует отметить, что отношения с христианами все больше идеологизируются и чаще в последнее время стали говорить о неких рецидивах традиционного мусульманского взгляда на статус покровительствуемого меньшинства, не имеющего возможности претендовать на некое равенство. Сквозь призму этого взгляда, к сожалению, зачастую оценивают и современные проблемы, которые существуют в мусульманно-христианских отношениях, негативные тенденции в которых появились, конечно, задолго до событий арабской весны. В этой связи, конечно, принципиально важное значение приобретает вопрос о мусульманском конфессионализме. Здесь сразу оговорюсь, что проблема отношения мусульманской религии к немусульманам, как мы все прекрасно знаем, стояла с самого момента возникновения ислама, который зарождался не в идеологическом вакууме, и разработанный в дальнейшем доктринально этот вопрос требует, конечно, своего специального осмысления. Поэтому я подчеркну только, и мне кажется, это принципиально важно, об этом уже говорили, что неверный подход к изучению идей мусульманского конфессионализма зачастую приводит к совершенно необоснованным выводам о том, что ислам в корне нетерпим к последователям других религий. Подобный подход, конечно, не имеет ничего общего ни с классической теорией ислама, ни с практикой ислама, за исключением, конечно, отдельных этапов его истории, Ну и подтверждением, чему мы знаем, вот недавно 120 известных мусульманских ученых-мусульман со всего мира подписали открытое письмо боевикам и последователям запрещенной группировки ИГИЛ, заявляя, что действия этой группировки вообще не имеют ничего общего ни с исламом, и только порочат образ мусульманина. История мусульмано-христианских отношений насчитывает много веков, при этом характер этих отношений выстраивался отнюдь не на основе исламской доктрины, а менялся в зависимости от исторических условий, политической ситуации, внешних факторов, принятой на вооружение идеологии, а зачастую зависел просто от личности правителя. Наиболее рельефно динамика этих отношений просматривается в мусульмано-копских отношениях в Египте, которые на протяжении XX века менялись несколько раз. Следует сказать, что при Хоснемубарке официальный Каир постоянно демонстрировал толерантность представителем различных конфессиональных групп страны и стремился всячески снизить межконфессиональное напряжение. Несмотря на то, что Конституция провозглашала ислам официальной религии, а шариат источником законодательства, власть все-таки носила подчеркнутый светский характер. Более того, в официальных средствах массовой информации постоянно акцентировалось внимание на том, что христианское население страны пользуется такими же правами, что и мусульманское большинство. На протяжении последних лет показательно было, что бывший главный шейх Исламского университета и коптский папа публично демонстрировали взаимопонимание и взаимоуважение, часто выступали с совместными заявлениями по самым актуальным проблемам как внутренней, так и внешней политики. Но, несмотря на это, ухудшающаяся экономическая и социальная ситуация в стране значительно политизировала мусульмано-коптские отношения, которые на рубеже веков выступали скорее формой проявления общего социального недовольства и способом давления на государство и правительство, нежели какими-то, так сказать, нежели... Ну, то есть приобрело скорее фактор социального протеста. Тем не менее, в январе 2011 года на площади Тахрир и мусульмане и копты стояли вместе под лозунгами свержения диктатуры и установления демократического правления. Ну, казалось, что в новых условиях вопрос о положении христиан и мусульман в мусульманском государстве больше не будет проблемой, а в новом свободном Египте больше не будет места к конфессиональному противостоянию кровопролитию. Но с приходом к власти, первый раз с приходом к власти временного военного правительства практически ничего не изменилось. Более того, был введен запрет на реставрацию и строительство новых христианских храмов. И уже 2011 год продемонстрировал совершенно противоположную картину. Мы знаем, что начиная с марта 2011 года до конца этого, до конца 2011 года имело место быть несколько кровавых столкновений между мусульманами и коптами, было сожжено несколько церквей. И наиболее кровопролитные события, связанные с коптской общиной, произошло в октябре 2011 года. После прихода к власти исламистского президента ситуация начала еще более ухудшаться. Придя к власти на волне широкого народного недовольства, Мухаммед Мурси в своей предвыборной программе обещал стать президентом для всех египтян. Но вместо того, чтобы сконцентрироваться на решении внутренних вопросов, которые стали катализатором протестного движения, начал проводить активную политику исламизации страны. Закрепив положение о причинах шариата, о принципах шариата, как источники права, новая конституция исламская предоставила абсолютно беспрецедентные полномочия исламским богословам, закрепив вмешательство в частную жизнь. Предоставив христианам и иудеям право на защиту и автономию, но, видимо, так, как это было в милетах Османской империи, исламская конституция Египта продемонстрировала, по большому счету, доктринальную несостоятельность в решении вопроса о статусе зиме в современных условиях. Такие нормы консервативного толка вызвали, естественно, массовые протесты со стороны коптов и стали раздражителем для светских кругов. В Патриарх Коптской церкви Теодорус II неоднократно выступал с неприкрытой критикой действий властей в отношении египетских христиан. Эти выступления и сама позиция глава Коптской церкви поставили в положение открытой оппозиции правительству, и это было, пожалуй, впервые за много десятилетий. Предыдущий папа Шинуда III, как известно, в своих отношениях с Хоснем Убараком и его правительством, всегда сохранял исключительно дипломатический стиль общения и придерживался, по большому счету, аполитичной позиции. После падения Мухаммеда Мурсия власть снова перешла к светским кругам, и в переходном правительстве было уже три министерских поста, которые занимали Копты. Была создана новая конституционная ассамблея, в которую также вошли представители христианских меньшинств. Но, как представляется, говорить о стабилизации конфессиональной ситуации в Египте, конечно, преждевременно. Свидетельством чему является масштабный террористический акт, который был совершен совсем недавно, 11 декабря 2016 года в Коптском соборе, в самом центре Каира, там, где находятся христианские святыни, в том числе Центральный кафедральный собор, и обращает на себя внимание, конечно, тот факт, что теракт этот произошел в достаточно хорошо охраняемой зоне Каира. Проблема, как мне представляется, заключается в том, что организацию «Братья-мусульмане» запретили, обвинив ее в нарушении прав человека и насильственной исламизации, и судебным решением отстранили от легального участия в политическом процессе. В отличие от периода Хосни Мубарака, когда исламисты находились под запретом, продолжали участвовать в политическом процессе в качестве независимых кандидатов или в блоке с другими партиями, Теперь речь идет, конечно, о запрете не только де-юре, но и де-факто. Ясно, что военные противостояния исламистов в Египте проиграли, но подпольная деятельность – это их стихия. В таком режиме, как известно, они функционировали, по сути, с 1979 года. И совершенно очевидно, что деятельность эта будет и в дальнейшей перспективе оказывать достаточно серьезное влияние на внутриполитическую ситуацию в Египте. Но здесь есть еще несколько достаточно важных вопросов, как мне представляется. Положение коптов в Египте, конечно, нельзя сводить только и исключительно к политической ситуации. Есть и масса других проблем, которые зачастую подогревают конфессиональное противостояние. Но одной из таких проблем является, в частности, несовпадение правовых систем и разные механизмы разрешения самых различных спорных вопросов – от административных до семейных. Различного рода коллизии, которые возникают в связи с несовпадением вот такого рода правовых систем, они зачастую приводят к многочисленным спекуляциям, причем как со стороны мусульман, так и со стороны христиан, которые обвиняют друг друга в нарушении религиозных норм и правил общежития. С другой стороны, довольно непросто складываются отношения египетских властей с христианской общиной, которая проживает за рубежом. И еще один момент следует отметить. На фоне событий арабской весны начали происходить достаточно серьезные изменения и в самой христианской общине, где в ноябре 2012 года на смену папе Шинуде III, который занимал их после 1971 года, пришел новый руководитель. Многие коптские активисты в настоящее время выступают вообще за изменение статуса церкви в жизни египетского общества и больше не хотят видеть главу коптской церкви в качестве единственного посредника в диалоге с властями. Кроме того, появилось новое политизированное молодое поколение коптов, которые не надеются на политическое лидерство церкви в борьбе за их права и считают, что коптский патриарх проводил достаточно соглашательскую политику с властями и действовал иногда в ущерб их интересам. Таким образом, одним из важных факторов событий арабской весны, кроме всех прочих проблем, которые существовали и продолжают существовать, стала, конечно, резкая политизация христианского меньшинства. Что касается Сирии, то, как мы все прекрасно знаем, до недавнего времени эта страна считалась островком конфессиональной стабильности. Основная проблема, на мой взгляд, здесь заключалась, конечно, исключительно в политической системе этой страны, которая очень долгие годы оставалась фактически застывшей. В основном в законе страны не был заложен механизм конституционной трансформации государственного строя, как это, скажем, было в Марокко или в Ордании, либо механизм формальной демократии, как в Алжире. Поэтому нынешний режим, находясь под давлением и внутренней оппозиции мирового сообщества, должен был, по сути, упразднить собственные формы правления. Поэтому конституция, принятая в 2012 году, носила формальный характер и принципиально политическую систему не изменила. Христиане из Сирии не имели возможности организованно защищать и представлять свои интересы, и поэтому являлись достаточно уязвимой категорией жителей страны. За время конфликта из Сирии, по разным оценкам, уехало порядка 400 тысяч человек, и в общей сложности было разрушено около шести десятков христианских церквей. Дополнительный, да, большое негодование христиан, конечно, вызвал захват боевиками древнего христианского города Маолюль в сентябре 2013 года, похищение епископа, в том числе и митрополита Олебского, и дополнительный резонанс этой истории придало то обстоятельство, что епископ Олеб появляется родным братом нынешнего патриарха Антиохийской Православной Церкви. С другой стороны, сами сирийские христиане, конечно, говорят, что в этом конфликте страдают не только они, но, естественно, и мусульмане, с которыми у них на самом деле по-прежнему нет никаких разногласий. Но сирийские христиане, тем не менее, на стороне Асада стараются не воевать и занимают в этом конфликте, ну, в целом, наверное, нейтральную позицию. Хотя самая политически активная часть христиан оказалась расколота, точно так же, как и в Египте. Особая ситуация в Сирии самым негативным образом сказывается и на ситуации в современном Ливане. Конечно, ливанские христиане, в отличие от сирийских, находятся в гораздо более благоприятном положении, чем их единоверцы не только в Сирии, но и в других арабских странах, ибо их права защищены Конституцией и Таевскими соглашениями 1989 года. Они представлены в экономике и политике страны, но рост активности радикальных исламистских группировок, приток сирийских беженцев, деятельность группировки Аль-Каида, конечно, не может не сказываться на положении христианского меньшинства. В связи с этим растет и разочарование в западных партнерах, которые столь активно поддержали события арабской весны, последствия которой, как оказалось, угрожают самому существованию христианских общин на Ближнем Востоке. Так, патриарх Мелькитов Григорий Лохам во время встречи с папой римским Франциском I 20 ноября 2013 года прямо обвинил США и другие страны Запада в том, что они затягивают сирийский конфликт, поставляя оружие боевикам, и призвал европейские державы не поощрять отъезд христиан из Сирии. Аналогичную позицию высказал в сентябре 2012 года и патриарх Мороницкой общины Бешара Раи во время своего визита во Францию. И когда тогдашний президент Франции Николай Саркази заявил, что в случае возникновения угрозы христианам Сирии Ливана Франция готова предоставить им убежище, то патриарх специально подчеркнул, что такая миграция пойдет только во вред его единоверцам, которые будут подвергнуты в Европе неизбежной ассимиляции. Мы хотим жить в своей собственной стране, около своих святынь, сохраняя связи с нашими мусульманскими соотечественниками, заявил Араи. Эту позицию подтвердил он и в октябре 2013 года, встречаясь с миссией Европейского Союза. При этом сама христианская община Ливана, точно так же, как и христианская община других стран, переживает в настоящее время очень серьезные внутренние трансформации, которые происходят под воздействием вот этих сложных политических процессов. В 2011 году в ней тоже произошла смена руководства, и патриарха Сфера, который возглавлял эту общину с 1986 года, сменил новый патриарх Араи. Будучи не только патриархом, но и видным общественным деятелем, Сфер начал проводить слишком активную антисирийскую позицию, что во многом способствовало расколу общины. В настоящее время подавляющее большинство маранитской общины поддерживает свободное патриотическое движение политического союзника Дамаска во главе с генералом Ауном, который в свое время входит, в свою очередь, входит в происламскую коалицию 8 марта и тесно взаимодействует с движением Хазбалла. Но при этом другая часть христианской общины поддерживает партии Ливанские силы и Катаеб, которые входят в коалицию 14 марта, являются политическими оппонентами Ауна. Есть еще одна партия, которая возглавляет Франжье, клан которого с 60-х годов тоже достаточно тесно связана экономическими и личными связями с кланом Астам. Таким образом, подытоживая в своем кратком докладе все эти тенденции, мне представляется, что можно выделить такую достаточно важную тенденцию, которая происходит сейчас внутри отдельных ближневосточных стран, связанных с взаимодействием мусульман и христиан. И связана эта тенденция с тем, что ближневосточное общество по-прежнему остается разделенным и многополярным, но полярность эта теперь проходит уже не столько по границе этнических и конфессиональных групп, сколько по идеологической принадлежности. И события в арабских странах продемонстрировали достаточно жесткое противостояние не столько конфессиональных кругов, сколько светских и религиозных политических партий. Что, собственно говоря, достаточно рельефно демонстрирует ситуация в Ливане. Все это говорит по большому счету о том, что в настоящее время ближневосточный мир по сути снова стоит перед выбором модели организации общественного устройства, которое связано и с историко-цивилизационным фундаментом общества и господствующими в социуме культурно-идеологическими и религиозными установками, предопределяющими форму поведения различных социальных групп и модель их организации. Однако исламские партии предложить доктринально такую модель в настоящее время пока не в состоянии. И в этом смысле, как представляется светская, либеральная, или пусть даже квазилиберальная модель, она абсолютно предпочтительная для глубоко разделенных гетерогенных обществ, каковыми является подавляющее большинство государств Арабского Востока. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Марина Анатолиевна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова